Вы уже приняли решение купить свою первую зеркальную камеру. Замечательно! Осталось определиться, какую именно. Об этом мы сегодня и поговорим. Начинающему фотографу легко запутаться в большом количестве разнообразных характеристик. Сразу скажем, мы не собираемся делать однозначный вывод, какую из камер покупать. Мы просто сравним их так, чтобы даже человеку далекому от фотографии стало понятно, чем же они отличаются. За ваше внимание соревнуются три бюджетных зеркальных камеры от трех популярных производителей. Мы поместим эти камеры в идеальные условия, где ничто не будет нас отвлекать. Итак, вот они перед нами. Приступим! Самое главное, что есть в цифровой фотокамере, ее сердце, это матрица. Именно от того, как она преобразовывает фотоны света, попавшие на нее, и зависит качество изображения. Давайте заглянем внутрь. Видите? Вон она, за поднятым стеклом. Если не вдаваться в технологические сложности, два главных параметра, которые характеризуют матрицу, это ее физический размер и количество светочувствительных элементов или пикселей. Давайте посмотрим, что у нас есть. Здесь можно руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше». В зависимости от различных условий съемки и настроек камеры, разница будет более или менее заметна. Однако согласитесь, что сделать выбор, основываясь на одной матрице, все-таки затруднительно. Поэтому продолжим. Конечно, матрица формирует изображение, но сначала его должен увидеть фотограф. Давайте сравним видоискатели. И вот здесь камера Sony принципиально отличается. В камерах Canon и Nikon используется традиционный оптический видоискатель, а вот Sony использует электронный. В чем же разница? Если очень кратко, то оптический видоискатель передает изображение с помощью системы зеркал, а электронный формирует изображение на встроенном дисплее. В чем же преимущество электронного дисплея? Он сразу позволяет оценить кадр по экспозиции. То есть, будет ли он темнее или светлее. И еще он охватывает все 100% кадра, когда его соперники только 95%. Многое это или мало – решать вам. Но иногда в этих 5% может оказаться что-то очень важное. С другой стороны, электронный видоискатель потребляет энергию от аккумулятора камеры и не всегда способен передать картинку, которую видите вы. Кстати, то, что вы снимаете, можно посмотреть не только в видоискателе, но и на дисплее камеры. На нем же можно оценить полученные фотографии. Давайте сравним наши дисплеи. По размеру они практически не отличаются, но разрешение у Nikon больше, что должно давать более четкую картинку. А у Sony дисплей еще и поворотный. Для чего это нужно? Снимать из сложных положений. Теперь давайте сравним параметры, которые влияют непосредственно на фотосъемку. Первое – это система автофокуса. Именно она отвечает, что будет резким в кадре. У каждого производителя есть своя фирменная система автофокуса. И сравнить их на практике очень тяжело. Но общее правило – чем больше точек, тем лучше. Второе – это скорость съемки. Чем больше кадров может делать камера в секунду, тем больше вероятность, что вы поймаете нужный момент. Особенно, когда снимаете что-нибудь очень быстро движущееся. Nikon и Sony делают по 5 кадров в секунду. Canon делает только 3. Третье – это максимальная чувствительность матрицы. Давайте выключим свет. Поедине, чем больше ее значение, тем с меньшим количеством света можно фотографировать. Видите? Результат налицо. Но, откровенно говоря, из-за очень высокого уровня цифровых шумов вы вряд ли когда-нибудь будете использовать максимальную чувствительность всерьез. Не забывайте, что снимать мы можем, пока у нас есть заряд аккумулятора. Давайте сравним и этот показатель. Здесь все просто. Именно столько кадров производители обещают вам до полной разрядки аккумулятора. Если вы собираетесь снимать очень много, то обратите внимание на этот параметр. Наконец, давайте просто подержим наши камеры в руках. А потом измерим и взвесим их. Конечно, более легкую и компактную камеру легче носить. Но не забывайте, что с другим объективом все может сильно поменяться. Вот и все. Надеемся, что наш небольшой гид поможет вам сделать осознанный выбор. А можете просто выбрать ту камеру, которая вам больше всего понравилась. В общем, быстрее выбирайте и быстрее начинайте делать свои лучшие снимки.